Прохладная погода, футболу не помеха. В воскресенье прошли матчи 9-го тура Крымской премьер-лиги. Океан разгромил кафе Убахчисарай, ТСК Таврия смогла вырвать ничью в матче с Феодосийской кафой. В поединке Севастополя и Ялтинского рубина счет так открытый не был. Со счетом 0-0 закончился и наш домашний поединок. На игре Евпатории с Крым-Теплицей работала наша съемочная группа. Елена Платонова расскажет подробнее. От главной площади до арены Крым. Каждый домашний матч Евпатории – это праздник для города. И есть люди, которые устраивают этот праздник за пределами стадиона. Болельщики у Евпатории отменные. Когда кажется, что уже все придумано, появляются новые заряды, новые баннеры. А сегодняшний футбольный день евпаторийские фанаты решили начать с автопробега. Эти люди знают, как поддерживать свой город. И каждые выходные они вместе с командой доказывают, что Евпатория достойна большого футбола. Сейчас во многих клубах нашего Крыма очень мало чего-то делать интересного. У кого-то какие-то конфликты, у кого-то какие-то недопонимания. В нашем клубе у нас все дружно и весело. Поэтому именно для этого мы делаем, чтобы наш клуб процветал, чтобы он показывал себя с лучшей стороны. Ну, наверное, вот именно для этого. К желто-черным флагам в городе уже привыкли, но такой автопробег прошел у нас впервые и довольно успешно. Без поддержки не остались и гости. Больше 20 фанатов приехало в Евпаторию поддержать Крым-теплицу. В общем, матч тура собрал полные трибуны, несмотря на похолодание. После поражения в Симферополе в прошлом туре и неудачного результата с Крым-теплицей в первом круге Евпатория попыталась взять три очка на своем поле. Первый тайм был за хозяевами на 13-й минуте, и Евпаторийцы нанесли первый удар по воротам. Не точно. Через две минуты создали еще один момент, но тоже мимо. В первой части встречи немного работы было у Алексея Балагана, но на 18-й минуте все же пришлось подстраховать команду. Евпаторийцы продолжали атаковать. Ближе всех к цели были Иван Войтенко и для Вернуриддинов, но оба раза мяч пролетел выше. Первый тайм, считаю, что полностью доминировала команда из Евпаторий, имела несколько опасных моментов у наших ворот, плюс неуверенно игра защитников приводила к тому, что мы сами себе привозили какие-то моменты. Но во втором тайме в раздевалке мы пообщались, и полностью игра изменилась кардинально. Во втором тайме Крым-Теплица была более близка к тому, чтобы все же открыть счет в этом матче. Евпаторийцам больше пришлось защищаться, но и свои шансы команда тоже искала. Николай Хомич неудачно пробил, оказавшись в выгодном положении. Немного не дотянулся до мяча Евгений Харченко, заменивший Александра Борща на 61-й минуте. По итогу открыть счет в матче так и не удалось. Игра закончилась без голевой ничьей. После девятого тура Евпатория по-прежнему находится на третьем месте, отставая от лидеров. Крым-Теплицы на три очка. Нашу команду ждут три игры на выезде. Две в чемпионате и одна в кубке. А дома евпаторийцы сыграют уже 12 ноября. Елена Платонова, Валентин Малышев. Новости Евпатории.